Когнитивно-поведенческая терапия основана на идее, что определенные ситуации вызывают ложные основные убеждения, которые негативно влияют на наши мысли, эмоции, поведение и физические реакции. Как только мы научимся определять, какие ситуации вызывают такие деструктивные мысли, мы сможем практиковаться в формировании новых интерпретаций, которые затем изменят нашу реакцию. Эта терапия широко используется для помощи людям с фобиями, депрессиями, тревожностью и зависимостями. Чтобы показать, как это работает, давайте рассмотрим Лили, девочку-подростка, которая ненавидит ходить в школу из-за страха быть осужденной и униженной. На первой сессии терапевт пытается установить доверие и объяснить, как работает когнитивно-поведенческая терапия, поскольку чем лучше Лили понимает процесс, тем более вероятно, что терапия будет эффективной. Терапия также показывает, как наш мозг в определенных ситуациях следует по заданному пути, который становится только сильнее после многих лет одного и того же мыслительного процесса. Многие из наших деструктивных моделей поведения основаны на ложных убеждениях, мыслях, которые объективно не имеют смысла. Мы приобрели эти ложные убеждения, когда были слишком маленькими, чтобы правильно интерпретировать других людей. На протяжении всей терапии Лили будет пытаться отучиться от этих ложных убеждений и создать новые ментальные пути, которые заменят ложные убеждения о себе на более реалистичные мысли. Как только Лили понимает суть процесса, консультант начинает задавать вопросы по методу Сократа. Это форма аргументированной беседы, которая стимулирует критическое мышление, чтобы выявить сложные идеи и лежащие в основе допущения. «Что вас привело сегодня?» – спрашивает терапевт. «Мне кажется, что я ненормальная», – отвечает Лили. «Вы мне кажетесь совершенно нормальной, не могли бы вы уточнить?» – говорит терапевт. «Мне кажется, я боюсь людей». «Боитесь ли вы меня?» «Нет». «Может, вы себя чувствуете неуверенно в обществе?» «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Скажите мне, как вы относитесь к школе?» «Я боюсь туда ходить, потому что там меня считают глупой». На протяжении всего интервью консультант записывал ответы Лили и выявлял признаки социальной тревожности, исходящие из ложного основного убеждения, что Лили считает себя глупой. В качестве домашнего задания Лили должна заниматься самоанализом. Цель – выяснить, какие ситуации вызывают у нее негативные мысли. Она заведет особый дневник, в котором будет записывать все триггеры и другие наблюдения, например, разговоры, которые она ведет сама собой, интерпретации конкретных событий или людей. В течение следующей недели Лили лучше осознает свои мысли и физические реакции, которые они вызывают. Обращая внимание на свои ощущения, она выявляет определенную закономерность, которая возникает каждый раз на уроке математики. Как только учитель начинает задавать вопрос, ее сердце начинает колотиться, а ладони потеть. Она волнуется, что ей придется отвечать на вопрос, и что она ошибется, и выставит себя глупо перед всем классом. На второй сессии Лили делится своими наблюдениями, и терапевт помогает ей осознать, что ее когнитивно-поведенческие модели ложны. Во-первых, ее оценки по математике отличные, поэтому она должна чувствовать себя как угодно, только не глупо. Во-вторых, она объясняет, что у одной и той же вещи всегда есть несколько интерпретаций. То, что для нее может выглядеть как глупо, для других может выглядеть просто недовольным тем, что ей приходится отвечать. Причина, по которой она боится того, что подумают люди, это форма социальной тревоги, совершенно иррациональная когнитивно-поведенческая реакция. По мере продолжения сеансов, терапевт предлагает три практические стратегии. Через введение дневника Лили записывает свои негативные убеждения, и трансформирует их в позитивные, которые она затем может использовать. Благодаря конструктивному самопроговариванию, она может заменить критический голос на позитивный. Также она начинает упражнения на раскрытие, то есть Лили намеренно помещает себя в ситуацию, где она становится центром внимания. В процессе работы они устанавливают цели, которые являются конкретными, измеряемыми, достижимыми, реалистичными и привязанными к определенным срокам. Умные цели дают ей возможность контролировать свой процесс и тем самым помогают ей обрести уверенность в себе. Со временем и с практикой ее мозг строит новые нейронные пути, которые приводят к другим, более нейтральным реакциям на те же самые старые триггеры. И однажды Лили, возможно, даже понравится выступать перед классом. Ее интерпретация ситуации будет более реалистичной и более схожей сомнением других. Когнитивно-поведенческая терапия была первоначально разработана в 1964 году Аароном Темкиным Беком. Бек выдвинул гипотезу о том, что чувство людей определяется тем, как они интерпретируют ситуацию, а не самими ситуациями. О депрессии он однажды сказал, если наше мышление увязло в искаженных, символических значениях, негативных рассуждениях и ошибках интерпретаций, мы становимся, по сути, слепыми и глухими. Уроки Школус опубликованы под общей лицензией. Это значит, что учителя по всему миру могут использовать наши видеоуроки в своих классах. И сегодня уже тысячи пользуются этой возможностью. Чтобы узнать больше или скачать это видео без фоновой музыки, вы можете пройти по ссылке на наш сайт в описании под видео. Если вы хотите поддержать нашу миссию и помочь изменить образование в лучшую сторону, станьте нашим патреоном. Это patreon.com.skolus. А также подписывайтесь, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.